Тазики, ведра и другие емкости для воды в семье Коваленко стали одними из самых важных предметов домашнего обихода. Так семья спасается от потоков воды в своей квартире. Вот эта вода, она просто течет по стене на четвертый этаж. Знаете, как водопад идет. Я уже подставляю, вот это все у меня стоит для того, чтобы вот здесь хотя бы подставить. А то, что течет по стене, я даже не могу ничего сделать. Вот этот угол, он просто весь обваливается. Посмотрите, что творится. Крыша дома по проспекту Независимости 7 в аварийном состоянии уже давно, говорят жильцы. Влага постоянно проникала на чердак, а с 2009-го течь усилилась и стала попадать в квартиры. От постоянного воздействия воды стена в одной из комнат квартиры Коваленко попросту разрушается. Помещение стало непригодным для жизни. Ликвидировать последствия им приходится своими силами. В марте месяца прошлого года у меня упал полностью весь потолок. Он полностью лежал весь на полу. Ну как-то же не нужно здесь жить, правильно? Я позвала человека, мне просто прикрутили вот эти листы для того, чтобы на голову ничего не упало. Просто я уже опасаюсь за свою жизнь. Вода с крыши попадает и в квартиры соседей этажом ниже. Вот это вот ручьями бежит, подставляют айзики. Вот наша жизнь. Брали матрасы, потому что что ж, всё тут брызги такие вот. Ремонта крыши жильцы этого дома пытаются добиться уже более 8 лет. За это время успели побывать во всех возможных инстанциях. Обращались мы по поводу ремонта кровли 21 и 22 подъезда от районной администрации, департамента жилищного хозяйства, Харьковского городского голове. Нам говорят так, в начале года нам пишут, что мы в плане, в титульном списке, а в конце года нам говорят, что денег не хватило. В участке жилком сервиса, который отвечает за дом, говорят, проблема в отсутствии финансирования. Головное наше руководство даёт заявку, где приступать к той, другой, третьей, четвёртой крыше. Я не знаю, где, в каком конкретном моменте. Понимаете, вот это. В степени необходимости, где более срочное, считай, принимаем, не мы. Потому что участков в городе 66, понимаете. И где хуже ситуация, просто вот я не владею, это подобная информация. А денег, к сожалению, у нас на всех не хватает. В плачевном состоянии не только крыша дома по проспекту Независимости 7. Подъезды и фасад здания, являющегося архитектурным наследием Харькова, также требуют ремонта. Постройки более 90 лет. Работы там не проводились очень давно. Но важнее всего сейчас отремонтировать крышу, говорят жильцы. Всем с этим можно смириться и как-то жить, а вот с отсутствием кровли жить не приходится. Если результата тоже не будет, значит, мы вынуждены будем обращаться в Киев, администрацию президента. Тамара Данилова, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив». Продолжение следует... Продолжение следует...